Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Обновленный трудовой кодекс – основная тема нашей сегодняшней беседы. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Александровна Филипцова в 2007 году окончила юридический факультет КГУ имени Франциска Скорины. Трудовую деятельность начинала в РУП «Гомсельмаш» в должности юрисконсульта юридического отдела. С 2010 по 2015 год была юрисконсультом в гомельском филиале РУП «Белпочта». С декабря 2015 по настоящее время работает в Гомельском областном объединении профсоюзов в нынешней должности с 2017 года. Вопросы Екатерине Филипцовой можно задать по номеру телефона прямого эфира в Гомеле 340 043. Номер связи по Вайбер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте, Ольга. Сейчас короткий анонс событий наступившей недели и мы начнем диалог присоединяйся к ним. В среду, 5 февраля, председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей проведет в Гомеле прием граждан по личным вопросам. А в четверг, 6 февраля, у жителей региона будет возможность обратиться к помощнику президента, инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко. Прием пройдет в Мозырском райисполкоме. Гомельское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира» продолжает акцию под названием «Славим человека мирного труда». В среду, 5 февраля, лучших представителей трудовых коллективов сельского хозяйства будут чествовать в городском поселке Октябрьский. В пятницу, 7 февраля, в Калинковичах состоится торжественное открытие здания районного суда. Оно находится по улице Карла Маркса, дом 22. Изменения в Трудовом кодексе – это основная новость, которую мы обсуждаем сегодня. Екатерина Александровна, наверное, главная новация, которая внесена в обновленный документ по предложению Федерации профсоюзов – это возможность заключения каких-то гарантий, предоставления гарантий добросовестным работникам при заключении с ними контрактов. Расскажите, пожалуйста, как сейчас по-новому это должно происходить? Все верно, Ольга. В обновленный Трудовой кодекс вошла целая глава, посвященная работникам, которые работают на условиях контрактной формы найма. И одной из новаций, которая включена была в проект уже на последних стадиях его согласования, это норма, которая предусматривает для нанимателя обязанность в случае, если наниматель и работники пришли к соглашению о продлении трудовых отношений, то для нанимателя устанавливается обязанность предложить в таком случае работнику продление трудовых отношений на срок до истечения максимального срока контракта. Я напомню, что это 5 лет. А если уже у работника закончился 5-летний срок контракта, то наниматель обязан будет предложить работнику контракт на срок не менее чем 3 года. Но, повторюсь, Трудовой кодекс закрепляет эту гарантию в том случае, если стороны пришли к согласию продлить трудовые отношения. То есть если работник не планирует так надолго связывать свою жизнь с этим конкретным предприятием, то вынудить его? Согласиться на такие условия никто не может. Естественно, это не обязательно, ни в коем случае не цель вот этой инновации Трудового кодекса. Сам по себе контракт это и есть соглашение сторон. Это договор. То есть стороны достигают согласия и о факте продления трудовых отношений и о его сроке. Если работник имеет намерение в будущем менять нанимателя, имеет намерение двигаться куда-то дальше, сменить род деятельности, то он, безусловно, имеет право подать нанимателю соответствующее заявление, в котором выразит свои намерения на продление контракта на меньший срок. А как показывает практика сейчас? На какой срок в основном заключаются контракты? Ну, профсоюзами на системной основе проводится мониторинг контрактной формы найма. И он показал, что по всей области и в целом по республике более 50% работают на контрактной форме найма. Но, однако, к сожалению, есть те организации, которые используют для своих работников схему продления контрактов каждый год на год. В таком случае и работник не заинтересован вкладывать свои силы, профессионально развиваться, когда он трудится под давлением вот этого срока истечения контракта. Ну и наниматель, соответственно. Еще одна новация, это тоже предложенная профсоюзами, об ограничении материальной ответственности работников. Исключается теперь такое понятие, как полная материальная ответственность, когда за потери предприятия несет ответственность конкретный человек. Данное изменение, оно трактуется чуть по-иному. У нас все работники могут нести различные виды материальной ответственности, как ограниченную, так и полную. Но действовавшими до 28 января нормативными правовыми актами предусматривалось, что полная материальная ответственность для работника, как заключившего контракт, это обязательное условие контракта. И во всех контрактах работников было прописано данное условие. Однако это было несправедливо. И ряд обращений граждан, и судебные процессы были этому подтверждением. Когда работающие по одной и той же профессии, но с одним работником заключен трудовой договор на неопределенный срок, второй работник работает по контракту, и в случае наступления материальной ответственности тот, кто работал на трудовом договоре на неопределенный срок, имел право воспользоваться ограниченной материальной ответственностью, которая была в коллективном договоре, а тот работник, который работал на условиях контракта, соответственно, к такой гарантии не мог прибегнуть. И предложение Федерации профсоюзов Беларуси именно было направлено на то, чтобы унифицировать систему, чтобы при наступлении условий материальной ответственности не было дифференциации по виду трудового договора заключенным с работником. Ведь работник не имеет права выбрать, какой с ним будет вид трудового договора заключен, либо на неопределенный срок, либо контракт. Спасибо. Еще одна новация, которую сегодня будем обсуждать, это работа вне офиса, так называемая дистанционная. Новый кодекс в связи с веяниями времени теперь дополнен отдельной статьей, которая регулирует этот вид деятельности. Расскажите, пожалуйста, что нужно знать для тех, кто планировал бы для себя такую форму занятости? Время идет вперед, совершенствуется законодательство, совершенствуются технологии, и поэтому введение именно дистанционного вида работы отвечает современным условиям. И законодатель определяет дистанционную работу, здесь ключевое – это работа, при которой используются информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии между нанимателем и работником. То есть обмен данными может использоваться, не выходя работник из того места, где он выполняет работу. И наниматель может определенными способами получать информацию. Определяется, что может такая информация защищаться определенными способами. Ну а в целом все эти условия будут определяться трудовым договором, который будет заключаться между работником и нанимателем. И как обязательное условие, там должно быть прописано, что работа носит дистанционный характер. Для нанимателя, конечно, введение дистанционной формы работы по некоторым профессиям – это достаточно выгодно, так как для такого работника не нужно создавать определенное рабочее место. То есть дистанционный работник, он сможет выполнять работу там, где ему будет удобно, там, где у него будет средство для осуществления своей работы. Но все-таки для того, чтобы заключить трудовой договор, работник должен прибыть лично. С использованием ни Вайбера, ни Скайпа такой трудовой договор заключить невозможно. Ну и, безусловно, работник, который работает дистанционно, на него распространяться будут все те гарантии, которые предусмотрены трудовым законодательством. То есть это и отпуск, это и рабочее время, это время отдыха. То есть полностью все гарантии будут распространяться. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 340-043 номер телефона, 340-043-3 номер нашего Вайбера. Если у вас есть вопросы к Екатерине Александровне, то, пожалуйста, милости просим присоединяйтесь к нам. Обсуждаем сегодня обновленный трудовой кодекс и еще одна из его новаций, связанная с такими понятиями, как отцовский отпуск и одинокие родители. Расскажите, пожалуйста, как они помогут расширить права работающих родителей? Ну, наверное, самая обсуждаемая, помимо продления контрактов, норма – это отцовский отпуск. Очень были жаркие дискуссии на интернет-ресурсах. Сама по себе норма предусматривает в первые 6 месяцев после рождения ребенка права отца для того, чтобы обратиться к нанимателю за предоставление социального отпуска до 14 календарных дней без сохранения заработной платы, если иные порядок и условия не определены коллективным договором. То есть это не безусловная обязанность отца взять этот отпуск без сохранения заработной платы. То есть это заявительный принцип. Те отцы, которые захотят воспользоваться этим отпуском, смогут вместе с супругой ухаживать в эти самые сложные дни, как для мамы, так и для малыша. Да, смогут помогать. Ведь не только малыш нуждается в заботе, но и супруга будет нуждаться в заботе. А тот, кто не захочет правом воспользоваться, ну, соответственно, никто не обяжет. Жалко, что он неоплачиваемый. Но вы знаете, Ольга, многие предприятия уже уточняли еще на этапе подписания проекта, еще до вступления в Трудовой кодекс, каким же образом можно было бы оплачивать такой отпуск. Конечно, потому что все же понимают, что семью нужно поддержать на этом этапе. Да, и также вводится понятие «ввелось» уже, и мы уже работаем с этим понятием «одинокого родителя». Если ранее у нас Трудовой кодекс закреплял понятие «одинокой матери», то сейчас время таково, что все больше отцов воспитывают детей без матери, а также опекуны, а также усыновители, воспитывают, не состоят в браке и воспитывают несовершеннолетних детей. И это тоже теперь будет «одинокий родитель»? Да, это будет «одинокий родитель». И на него тоже будут распространяться те гарантии? Да, на него будут распространяться все те гарантии, которые у нас раньше распространялись на «одиноких матерей». Спасибо большое. И еще одна статья, которую я хотела бы сегодня обсудить, она касается расширения сферы прав работающих пенсионеров. По сути, раньше такая была, наверное, самая уязвимая с точки зрения правовых гарантий категории работников. Или я не права? Не совсем так. Новация Трудового кодекса у нас направлена, опять же, на устранение социальной несправедливости, когда работник, не являющийся получателем пенсии, и работник, который получает пенсию, находились в различных условиях, если допущено было нарушение законодательства о труде в отношении них нанимателей. Ну, например, не вовремя выплаченная заработная плата. До 28 января тот, кто у нас еще не достиг общеустановленного пенсионного возраста и не являлся получателем пенсии, он имел право на компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат, если увольнялся за нарушение нанимателем законодательства о труде, трудового договора, коллективного договора. А вот пенсионерам, которые получают пенсию, такая компенсация не выплачивалась. Со вступлением в силу Трудового кодекса это различие исчезает, и у нас становятся работники в равных условиях. Спасибо, Екатерина Александровна. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вот я на пенсии мне завожу. Я хочу контракт, мне получилось так, с октября по октябрь. А на пенсии мне в декабре, как этот месяц будет? Еще раз повторись, пожалуйста. Вот я на пенсии мне в этом адресе. Но я, когда начинал контракт на работе, мне заключили с октября по октябрь. А на пенсии мне идти в ноябре. Ну, значит, в настоящее время наниматель обязан продлять трудовые отношения на условиях контракта с работниками, которые являются работниками предпенсионного возраста. Это за два и менее лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Соответственно, когда закончится ваш контракт, в октябре. Но право на пенсию вы еще не приобрели. Наниматель вам должен будет продлить контракт не менее чем до того момента, как вы приобретете право на пенсию. Это всего лишь год. Но наниматель вам обязан будет предложить по максимуму. То есть продление в соответствии с нормами, введенного сейчас в силу трудового кодекса. На один месяц? Нет, наниматель обязан будет предложить на больше. Но если там истекает октябрем срок действия контракта, мы смотрим дальше, сколько у нас осталось до пятилетнего. И если работник у нас добросовестный, не допускает нарушения трудовой исполнительской дисциплины, условно, если у нашего телезрителя контракт двухлетний заканчивается, то наниматель будет обязан ему предложить на три года. Но если работник сам не захочет на три года, то он имеет право подать заявление, и с его согласием может быть продление на один месяц. Может быть. Может быть. Спасибо. Пенсионное обеспечение и тема нашего опроса. Как вы будете решать пенсионный вопрос? Так мы обратились к гомельчанам и к достаточно еще молодым людям, и к людям уже в возрасте. Давайте послушаем их ответы. Найти хорошую работу и работать на ней продолжительное время, чтобы получить потом заработок, пенсию. Образование нужно? Конечно, нужно. А как без образования работать? Даже не знаю, какой выход с этого положения. Я, например, подрабатываю еще. Дальше работать. На пенсии продолжать работать. Работают же люди на пенсии. Я об этом не задумывалась. У меня 20 лет, какая пенсия? Раньше, да, я считала, что нужно копить деньги, чтобы обеспечить себе хорошую старость. Но сейчас мне кажется, что деньги нужно тратить. И лучше устроиться на такую работу, чтобы вшел хороший процент в пенсионный фонд. Я даже об этом не знаю, что сказать. Честное слово. Пенсия еще может большая быть, когда у тебя должность была большая, и ты получаешь пенсию. Ну или, не знаю, дети могут обеспечивать. Если дети хорошо зарабатывают, они могут своим родителям помогать в пенсии. Я думаю, не обязательно копить деньги. Можно просто работать и зарабатывать себе на пенсию. Мне кажется, так. Легко найти такую работу? Нелегко, но возможно. Работать, зарабатывать, и плюс дополнительное страхование пенсии. Я считаю, у нас на предприятии есть дополнительное страхование пенсии. Дополнительный заработок пенсии уже сейчас откладывается. Я, например, работаю по договору, не имею сейчас основной работы. А работа за копейки на лекарства только хватает. Иногда и на них нет. Поэтому сказать, что вопрос с пенсией так захотел и сделал, не знаю, трудно сказать. Надо откладывать на будущее, ну, понемножку, полегоньку там, и накопиться в будущем, будешь уже хорошо жить в старости. Ну, наверное, нужно стаж трудовой получать, правильно? Вот. Соответственно, работать, работать, работать. Вот. На государство. Работать надо! Вы смотрите «Диалог». Мы сегодня обсуждаем новации Трудового кодекса. Екатерина Александровна, ну вот помимо того, что работать бесспорно надо, без этого точно никакой пенсии не будет, что еще можно сделать, как позаботиться о своем будущем и гарантировать себе достойную пенсию? Ольга, я бы сказала, все верно, работать надо, но еще ключевое здесь – это работать, как граждане называют, с оформлением. Потому как практика показывает, это очень много граждан обращается с тем, что граждане поясняют, что они работают, а когда для выяснения каких-то обстоятельств правовой инспектор просит показать либо трудовой договор, либо договор гражданско-правовой, граждане зачастую не могут что-то предъявить, потому как поверили, доверились, и, соответственно, трудовые отношения не оформлены. Поэтому, конечно, в первую очередь я призываю к оформлению своих отношений с нанимателем либо с заказчиком по договору гражданско-правовому. Ну и, во-вторых, также, как одна из наших респондентов говорит, это дополнительное страхование пенсии. С учетом, безусловно, финансовых возможностей предприятий есть такая возможность страховать дополнительную пенсию своих работников. То есть в течение работы предприятие вносит взносы за своих работников и, соответственно, к выходу работника на пенсию уже накопилась определенная сумма, которая будет потом дополнительным доходом к той пенсии, которая будет выплачиваться государством. И для предприятия это также достаточно выгодно, это определенные льготы по налогообложению, поэтому это не влечет увеличение расходов организации на оплату труда. Будем надеяться, что будет все более популярной такая форма и среди нанимателей, и среди наших предприятий. Есть вопросы, которые пришли на Вайбер, давайте уделим им время. Итак, брата моего мужа уволили в связи с сокращением штата. Ему положена при этом компенсация и какая? Разъясните, пожалуйста. В целом, если происходит увольнение работника по сокращению численности либо штата работника, уже в день увольнения работнику должны были выплатить окончательный расчет и, безусловно, помимо окончательного расчета должны были выплатить выходное пособие в размере трех среднемесячных заработных плат. Если не были выплачены эти деньги? Если не были выплачены эти деньги, то работник имеет право обратиться в суд за защитой своего нарушенного права. Для этого у него установлен трехмесячный срок. И в данном случае необходимо обращаться в суд по месту нахождения ответчика, то есть нанимателя, за взысканием. И, ну, как повторюсь, лучше не затягивать. Племяннику предстоит распределение в район. Какой вид трудового договора с ним должны будут заключить? Ну, как я понимаю из вопроса распределение, речь мы ведем либо о молодом специалисте, либо о молодом рабочем. Само по себе законодательство, оно не содержит указания, какой именно вид трудового договора необходимо заключить. Молодого специалиста, молодого рабочего можно принять как по трудовому договору неопределенный срок, так и по контракту, так можно и принять на время отсутствия основного работника. Но при этом наниматель не должен забывать, что должен быть обеспечен для работника этот срок отработки. Спасибо, Екатерина Александровна. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть сюжет. В день приезда нашей съемочной группы самой загруженной структурой Гомельского государственного медицинского университета была бухгалтерия. В связи с введением новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций здесь оперативно пересчитывали январские зарплаты. С учетом местных особенностей, кандидатам и докторам наук, доцентам и профессорам, кроме основных выплат, предусмотрены еще и надбавки за ученые степени. Вообще, Гомельский государственный медицинский университет молодой, но уже достаточно авторитетный вуз Беларуси. Его стенах готовят будущих специалистов в лечебном и медико-профилактическом деле. При университете действуют интернатура, клиническая ординатура, магистратура, аспирантура и докторантура. Среди партнеров – гомельчан вузы России, Японии и Шотландии. При этом здесь постоянно заботятся о повышении профессионального уровня сотрудников. Вот только несколько объявлений, размещенных последнее время на официальном сайте университета. В вузе объявили конкурсный отбор инновационных проектов для финансирования за счет средств инновационного фонда Гомельского облсполкома в 2020 году. Провели конкурс кандидатур для предоставления грантов президента Республики Беларусь в области науки на этот год. Сотрудники приняли участие в республиканском конкурсе для назначения стипендий президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2020. При этом в правкоме сотрудников подчеркивают, повышение профессионального уровня возможно в том числе и благодаря тому, что контракты в университете заключаются сроком до пяти лет. Положение только сейчас, появившееся в Республиканском трудовом кодексе в местном коллективном договоре, действует уже четвертый год. И здесь полностью уверены в его необходимости. Специалисты могут повышать свою квалификацию один раз в пять лет. И когда контракт заключен более чем на год, естественно, человек может повышать свою квалификацию. Вот в этом-то и преимущество заключения контракта на более длительный срок. В Гомельской 53-й средней школе с новой редакцией трудового кодекса начали знакомиться еще полгода назад. Основное внимание, конечно, с зарплате. Главное, чтобы она не снизилась. Плюс льготы, которые теперь будут получать работники. Среди нововведений – возможность работать на полную ставку во время трудового отпуска. Раньше такая занятость тоже допускалась, однако ставка оплачивалась только наполовину. Отпускные, кстати, при этом не удерживаются. Это определенные плюсы, особенно для педагогов творческих, активных, желающих открывать для себя новые горизонты и не ограничиваться общением с учащимися в каникулярный период. Так как работники получают реальную возможность в летний период, во время трудового отпуска, трудоустроиться на работу к другому нанимателю, например, в загородный оздоровительный лагерь или просто в оздоровительный лагерь, и там уже реализовать свои возможности. Сегодня в 53-й Гомельской школе работают чуть более 120 человек. Примерно каждый шестой из них относится к категории молодежь. Правда, в данном случае этот факт особо отмечается в связи с еще одной новой статьей Трудового кодекса. При рождении ребенка его отец имеет право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в течение двух недель. В коллективе к этому нововведению отнеслись положительно, особенно его женское большинство. В конце концов, все хорошо помнят, как тяжело было в первые дни после появления малыша. Так что сейчас эту статью в школе планируют включить еще и в собственный коллективный договор. Среди многих обсуждаемых изменений Трудового кодекса, пожалуй, одна из статей вызвала неожиданно бурную реакцию. Это статья 186, по которой при рождении и воспитании в семье ребенка отец имеет возможность на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на 14 календарных дней. Сегодня каждая женщина-мать невольно вспомнит те нелегкие первые дни один на один с младенцем. И предоставленная возможность с первых дней обоим родителям разделить эту ношу – это, пожалуй, реальная забота о сохранении и укреплении института семьи. У нас в школе немало молодых работников, для которых велика вероятность воспользоваться этой статьей. Ну а мы подумаем и при принятии дополнений в коллективный договор о возможности увеличения такого отпуска. Такое право нам дано. Вы смотрите диалог. Главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова сегодня у нас в гостях. Екатерина Александровна, в каждой организации, где есть профсоюзная первичка, действует, конечно же, коллективный договор. Подходы к его составлению, они должны быть едиными для всех или тут у каждой организации может быть свое видение, как его составить? Коллективный договор – это местная конституция для каждого предприятия. Конечно, у каждого коллективного договора есть свои особенности применительно к отрасли, применительно к финансированию, к финансовому положению. Но, безусловно, у нас трудовой кодекс определяет, что должно быть в коллективном договоре. То есть есть структура коллективного договора, есть те положения, которые должны быть там отражены, но уже само по себе отражение осуществляется применительно к каждому предприятию, учреждению, организации индивидуально. Ну и, безусловно, Федерация профсоюзных в Беларуси разработана для наших первичных профсоюзных организаций методическая рекомендация в помощь председателям первичных профсоюзных организаций с образцами для разработки своего коллективного договора. В своей практике вы видели идеальный коллективный договор? Я думаю, что для каждой организации именно их коллективный договор является идеальным. Ну, безусловно, такое вот понятие, как идеальный коллективный договор, может оно и не совсем, но коллективный договор, каждый хорош по-своему. Каждая организация, предприятия, учреждения, они делают акцент на определенных положениях. Где-то это на гарантиях занятости, где-то больше акцент на оплату труда, где-то больше на социальном пакете. То есть, опять же, применительно к каждой организации есть свои особенности, свои изюминки. Да, но одно дело прописать, а другое дело потом все эти обязательства, которые наниматель перед коллективом уже на себя взял, должен исполнять. А вот как быть, если эти положения не исполняются? Да, коллективный договор – это взаимное обязательство как нанимателя, так и профсоюза, который представлял при заключении интересы работников. И, соответственно, Трудовой кодекс предусматривается трудным законодательством, что итоги выполнения коллективного договора, они должны подводиться контроль за исполнением обязательств не реже одного раза в полугодие. То есть, своеобразный взаимоконтроль. И, безусловно, если какие-то положения не исполняются, то вторая сторона, которая, значит, в коллективном договоре, она имеет право потребовать информацию о причинах неисполнения. Но, безусловно, если мы ведем речь о каких-то финансовых выплатах, которые не исполняются, то само по себе неисполнение без причин, такого быть не должно. То есть, такие нормы, они должны либо приостанавливаться с внесением изменений в коллективный договор, либо уже тогда исключаться. Но, опять же, весь коллектив должен быть в курсе, потому как любое изменение коллективного договора происходит в том же порядке, в котором он заключался. То есть, если есть необходимость отсрочить, к примеру, какие-то выплаты, то это тоже должно быть прописано в колл-договоре? Тогда, да, прописывается приостановление. Приостановление выплат при наступлении каких-то определенных обстоятельств. Но, опять же, это может быть какое-то внезапное событие, которое влечет с собой приостановление выплат. Вот тогда заключается, опять же, дополнительное соглашение к коллективному договору, где прописывается срок приостановления таких выплат. А как часто можно пересматривать коллективный договор? Коллективный договор можно пересматривать так часто, как стороны придут к этому необходимым. Где-то меняется законодательство, где-то коллектив приходит с предложениями к председателю первичной профсоюзной организации с просьбой внести. Где-то наниматель выходит с инициативой для внесения изменений. То есть уже именно стороны коллективного договора определяют, насколько нужно вносить в настоящий момент изменения. То есть если профсоюзный лидер замечает, что нормы колл-договора не выполняются на предприятии, то он должен инициировать пересмотр колл-договора, если с этим согласен коллектив, конечно же. Профсоюзный лидер в первую очередь затребует объяснение у нанимателя, по какой причине проанализирует, так как законом о профсоюзах предусмотрено, что профсоюзы имеют право затребовать информацию у нанимателя, в том числе финансовую составляющую, а наниматель будет обязан предоставить. И в таком случае может быть и необязательно изменение коллективного договора, возможно обращение в отраслевой профсоюз за помощью в разрешении сложившейся ситуации. Профсоюзные инспекторы труда, технические инспекторы труда, правовые инспекторы труда имеют право прийти на предприятие, осуществить общественный контроль и выдать, соответственно, если есть нарушение, нанимателю рекомендации, либо проверка, то представление об устранении нарушений. Спасибо, Екатерина Александровна. Я сейчас попрошу вашей помощи в том, чтобы разобраться с теми вопросами, которые поступают на наш Вайбер. При расчете отпускных должны быть учтены премии? У нас по расчету отпускных действует инструкция о порядке определения среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска. И все, что у нас относится к заработной плате, а премия – это составляющая заработной платы, должно быть учтено при расчете отпускных. Раскройте понятие добросовестного работника. Какой период не должно быть нарушений трудовой дисциплины для продления контракта на максимальный срок? Вот как раз это главная новая норма. Да. Само по себе понятие добросовестного работника Трудовой кодекс нам дает, как работник, который не допускает нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины. Значит, позиция, как на семинарах, нам озвучивает представитель Министерства труда, что это прежде всего отсутствие у работника дисциплинарных взысканий на дату принятия решения. Ну, в частности, мы применяем это понятие для продления контракта. А дисциплинарное взыскание у нас действует в течение года с даты наложения на работника. Ну, также может быть досрочное снято. То есть, с самого такого периода, в течение которого работник считается добросовестным, исходя из этого подхода, то есть, на дату принять решение о продлении контракта, либо о непродлении, наниматель должен проверить, нет ли у работника неснятых, либо непогашенных дисциплинарных взысканий. Пока еще судебной практики по новому трудовому кодексу у нас не имеется, но наша позиция такова, что следует рассматривать дисциплинарное взыскание. Ведь многие работники работают на своем рабочем месте длительный срок, 20 лет и более. И вспоминать 20-летней давности какие-то опоздания работника на работу, ну, мы считаем, что это как ущемление прав работника. Совершенно согласна с вами. Имеет ли право наниматель прибегнуть к такой мере, как увольнение в качестве дисциплинарного взыскания? Безусловно. Когда работник допускает грубейшее нарушение трудовой дисциплины, когда работник совершил прогул, если работник находился на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. То есть самое грубейшее нарушение трудовой дисциплины, его достаточно однократного для того, чтобы наниматель применил такую меру, как увольнение. Но применяя ее как меру дисциплинарного взыскания, наниматель должен помнить о сроках. То есть это один месяц даты совершения дисциплинарного проступка. Идем дальше. Каков порядок действий работника, если он не согласен со взысканием, выговором в частности? Тоже, наверное, достаточно распространенная ситуация. Кто же согласится с тем, что выговор ему справедливо? Все верно. Тем более именно сейчас необжалованное дисциплинарное взыскание сможет сыграть роль в продлении контракта. Если работник не согласен с объявленным ему дисциплинарным взысканием, то работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам, если создана первичная профсоюзная организация и работник является членом профсоюза. И впоследствии обратиться в суд за защитой своего права, если комиссия по трудовым спорам рассмотрела и не приняла сторону работника. Работник, который не является членом профсоюза, либо там, где не создана комиссия по трудовым спорам, он имеет право обратиться непосредственно в суд. Но, опять же, я напомню нашим зрителям о том, что трехмесячный срок работник должен соблюдать. Спасибо большое. Конечно же, не все мы и не всегда можем назвать себя грамотными в правовых вопросах. Сколько людей за прошлый год обратилось к вам за помощью? За 2019 год более 5000 граждан, работников как государственных организаций, так и частных структур, пенсионеров, неработающих граждан обратились в профсоюзы к правовым инспекторам труда за консультацией. И какие вопросы в основном беспокоят людей? Если брать по категориям вопросов, конечно, это вопросы, с которыми к нам приходили. Это касательно трудовых правоотношений. Наиболее часто задаваемым вопросом, как ни странно, был вопрос, как уволиться до окончания срока действия контракта. Также интересовали вопросы обжалования дисциплинарных взысканий, несогласия с выдачей уведомлений о непродлении контракта. Задавались много вопросов по пенсионному обеспечению, в частности, по профессиональным пенсиям. Жилищные вопросы и ряд иных вопросов, которые регулируются и гражданским, и семейным, и земельным законодательством. Здесь правовые инспекторы труда всем старались оказать помощь, но уже в пределах своей компетенции составляли необходимые документы для обращения в органы. Спасибо большое. Есть еще несколько вопросов, которые к нам пришли. Можно ли перейти на другую работу, если до конца контракта еще два года? Как правильно вести диалог с администрацией в этой ситуации? Вот распространенная ситуация, о которой мы говорили. Да, это как раз та ситуация, которую я упомянула. Значит, контракт у нас является разновидностью трудового договора, срочный трудовой договор, срочного трудового договора. Можно его прекратить по основаниям, можно по соглашению сторон для начала попробовать. Соглашение сторон – это когда достигнуто между работником и нанимателем согласие и о факте увольнения, и о дате увольнения. Можно уволиться переводом к другому нанимателю, можно увольняться за нарушение нанимателем законодательства о труде, либо по уважительным причинам. Спасибо большое. На этом, к сожалению, вынуждены мы наш диалог завершить. Благодарю вас. Спасибо. Главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова была сегодня у нас в гостях. Спасибо за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин